итак друзья всем привет вы дождались этого ролика вход окна в ролике который вы сейчас будете смотреть я промежутками буду давать пояснение что и зачем итак сейчас будет делаться заготовка подоконного отлива замеры все сняли уже здесь вот и сейчас владимир наш специалист пальцем мастера будет его изготавливать и Смотрите продолжение в следующей серии. 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 если здесь будет подсос воды то по этой мемране капля уйдет и выйдет отсюда вот поэтому здесь были применение дополнительные меры безопасности вот смотрим дальше вот А все подряд, ебать. Абсолютные пушки, пулеметы. Так, становится рейка вот такого типа. Абсолютно. Пригорь. 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 Х bladder. Вот. Сейчас Алексей готовит. Планка, которая будет ставиться вот сюда. Не по кругу, такая планка будет ставиться. Нет, сверху. Так, приставили. Отмерили. Лишнее. Сняли. Доработать напильником. Доработать напильником. Вот напильник. Правый. Не левый. Продолжение следует. Клеймерами фиксируем. 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 Рамка карнижная. Они рисуют линию, по которой будет картинник отгибаться. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта картина прислонилась, нажалась на прищепки, потом отрисовалась, по загибу снялась, отнеслась на стол. Там лишнее все вырезалось, были, оставлены допуски по два сантиметра, вот. Урубными ножницами была сделана просечка, вот. И сюда уже картину принесли, поставили на место и уже сделали дальнейшие операции. Крутим дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Харабай. Продолжение следует. 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 Вот так, в принципе, окно и обходится. Вернее. Есть. Продолжение следует... 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 поэтому как вам сказать нету пика совершенства фальцевой технологии и я думаю что и сланцевой технологии нет такого прям пика совершенства то есть что-то старое вспоминается модернизировать что-то придумывается свои свое вот поэтому это вот такие вот фальцевая кровли и сланец я считаю что это прям топ всех кровель или материалов и технологий на сегодняшний день который есть в мире поэтому еще раз повторюсь переходите по ссылке которая будет в ю тубе на youtube и смотрите такие вещи делает андрей махиня потрясающие потрясающие фасады потрясающие вообще объекты нужно много говорить о том что тебе нравится да лучше один раз увидеть чем сто раз от меня услышать поэтому переходите подписывайтесь он тоже развивает канал свой на ю тубе и будет показывать очень много всего интересного и и как это все делается возможно это семинары будут проводить можем на видео друзья перед тем как я возьму телефон с камерой и покажу вам все поближе хочу сказать что тот самый андрей кулагин который меня мотивировал на вот это все я имею ввиду снимать на видео показывать узлы как делается нашего чая работа происходит он приехал говорил о предыдущем выпуске гости с оборудованием с видео и будет сниматься такой некий фильм я сам до сих пор не понимаю зачем это для него я думаю что он сам это пояснит на видео я не понимаю зачем я вообще такого ну чему вот именно я время такой вопрос у меня почему я почему есть много мастеров которые даже наверное профессионализме своем лучше я думаю он сам об этом скажет и завтра послезавтра сегодня воскресенье надеюсь это видео сегодня и будет сегодня вечером или ночью у нас 10 часов начинается съемки и будет завтра и послезавтра два дня поэтому ждите на его канале я ставлю опять же еще раз ссылочку на его канал ждите этот ролик этот фильм будет он на его канале я ставлю также ссылочку в инстаграм может вы будете у него спрашивать как вообще когда 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 фильм то так же пишите ему в инстаграм директ или фейсбук мессенджер вопросы на которые вы бы хотели чтобы я ответил я понимаю что там если будет там десятки вопросов на все можно ответить тогда это получится не какой-то маленький фильм да какой-то сериал потому что очень долгая история вот так что поехали смотреть узлы все поближе чтобы никак не было там это не показал это не показал сейчас все покажу поехали все одним кадром то есть вот видите какая у меня этот штатив хороший сейчас я его немножко уберу он тут не создавал вернее создавал чтобы не мешал фону вот так это выглядит красивая игра теней от ребер ну и давайте поближе не уверен что все видно солнце засвечивает вот так вот получается что хочу сказать что за этот отлив он по сути чем хорош еще то что он безопасно здесь нету резаных углов то есть об угол этого отлива очень сложно повредиться вот поцарапаться и еще и полностью герметичный в углах вы видели на видео все в конвертах вода не может пойти назад с какой стороны пойти давайте я с той стороны пойду но тут уже почти заканчивается осталось совсем чуть-чуть и мы переезжаем на другой объект ну еще будет потом конечно по этому объекту еще один ролик когда мы уже там сделаем или будем ставить конечные планки я снимаю обзор небольшой ну вот как то так ребята я сейчас ехал домой и забыл что надо было сделать еще одно пояснение по поводу того узла где есть этот маленький нюанс да там можно сделать герметично вот но я вот на фотографии прикреплю появится горизонтальные швы на фасаде что архитектор и заказчик не хотел видеть на своем фасаде вот там есть несколько моментов как можно сделать скажем так лучше вот но система обводки окна будет совсем другая вот появится горизонтальные швы в любом случае вот если фасад косой вот либо есть еще одна система описанная в книге санта ласло вот там можно сделать без горизонтальных швов но тогда проем окна скажем так в стене он должен быть утопленный немного на 25 миллиметров поэтому что я хочу сказать и когда я ну выкладывал фотографии в фейсбуке там или в инстаграме от коллег кровельщиков сразу посыпались вопросы типа ну вот ты сейчас покажешь и потом будут все повторять и вот это место где-то эти вот но есть щелка да как бы слабое место вот я сказал что я поясню этот момент то есть в данном случае каждый узел каждый момент ну любое исполнение что мы делали мы как бы архитектору и заказчику проектировщику да ты все человек в одном лице мы объясняли нюансы вот и он сам принимал решение вот поэтому никакой там от себя чины не было вот поэтому ну делая так согласовывали все заказчиком и исполняли так что вот не надо ссылаться допустим вы делать или повторяйте то же самое что и мы вот и потом говорят что а вот посмотрите вот ну типа вот спецы профессионалы делают вот что они же плохо делать не будут да и ссылаться на нас вот то есть это неправильно мы показываем в данном случае как мы сделали из объяснили что есть вот такой маленький нюанс и если бы я делал для себя такой фасад на своем доме я бы конечно вообще бы сделал все по-другому включая и обрешетку и все остальное и вообще весь рисунок в целом вот есть много идей как это все по-другому сделать надеюсь мы как-то в будущем это все воплотим вот поэтому я хочу акцентировать вот на этом что если вы будете делать или повторять скажем то что делаем и вот не надо ссылаться в будущем на нас как бы перед вашими заказчиками да что вот смотрите вот фальсмастер типа вот цезариус сделает можете по нибудь фигню показывать да поэтому я поясняю всякие нюансы которые скажем так слабые места в этом узле они может я вот уверен что это место вообще никак не критично вообще никак вот но единственно надо подложить а какую-то гидроизоляцию да поэтому это все если вы будете повторять и делать это все на ваш страх и риск мы на этом объекте ответственность себя как бы снимаем в том случае что мы довели до заказчика этот момент вот и он в целом всего этого объекта вот он подтверждал то что мы ему объясняли здесь такой с нюанс здесь такой с нюанс здесь будет так или так или так выбирайте как вот и он уже принимал решение не мы поэтому вот такая вот печенюшка так что вот так вот все